Здравствуйте всем! Меня зовут Виалия Таланова, я первый спикер команды утверждения. И мы считаем, что народу надо дать право распоряжаться с обычными диктаторами, так как ему не захочется. Кто такой диктатор? Диктатор – это единый личный правитель государства. Наш критерий – это благосостояние общества и благосостояние конкретной личности в этом самом обществе. Какой у нас механизм приведения этой нашей идеи? Мы предоставляем народу право выбирать виды наказания, которые возможны, так же как и виды его дилогизации, так же как мы предлагаем народу вернуть этого диктатора в власть. Это все предоставляется правом народу. Мы предлагаем проводить референдум, на котором народ будет выражать свое мнение, чтобы было ясно, чтобы не избежать всяких казусов против захвата диктатора как отдельной маленькой группы народа. Это неправильно, мы считаем, что народ – это большинство. Также будут опубликованы все факты об этом диктаторе, которые могут повлиять на это мнение. То есть это будет такое разоблачение культой личности, чтобы на людей не повлияла пропаганда, которая оказывала на них диктатор. Чтобы люди могли принять объективное решение о том, что они хотят сделать с этим диктатором. И наш первый аргумент. Наш первый аргумент – исторический. Это имеет множество примеров диктаторов. И диктаторов достаточно зачастую не самых прекрасных. В чем же суть? Как поступают эти диктаторы? Они сами по себе жестокие, они воспитывают людей в жестокости. Вот фашисты они уже воспитывали ненависть к другим. И получается, что в итоге диктаторы могут прожимать сами плоды своей деятельности. То есть, если диктатор воспитывает жестокость в своих гражданах, они прочно на кого-то унижают, убивать. В последствии, когда этим диктатором смотрится, не нужно, когда он признает потребностям уже населения. Когда диктатор уже отжил за свое, то есть он больше никак не нужен, ничем никому не нравится. Люди имеют право с ними скрываться там. То есть, как он вздумается. То есть, получается, диктатор возьмет в плоды. Он их научил в жестокости, в итоге он эту жестокость получит. Таким образом, мы приведем к более гуманному обществу. То есть, диктаторы будут понимать, что нельзя учить жестокости людей. Не надо учить их доброцей, всей любви, вообще всему прекрасному. То есть, и таким образом мы получим гуманного диктатора, который будет уважать интересных людей, уважать личность нашего. И таким образом, впоследствии, он будет знать, что иначе будет сделать что-то нехорошее. То есть, мы учим сам, мы научим его. Мы учим пытать, а мы и будут пытать. Это логично. Потому что, ну да, это логично. Наш второй аргумент – это социально. Власть невозможна без поддержки большинства. И раз все общество выбирает эту конкретную власть, если общество выбирает диктатор, значит, как-то, мы не имеем права отбирать правок, и общество выбирает себе диктатора. У нас невозможна без поддержки. Доверие людей действует крепче с этих любых законов. И право его во всяком наказывать или не наказывать – это, опять же, то, что есть. Таким образом, человек получается выузданно комфортно. Он понимает, что именно то, что он хочет совершить, ему это предоставляет. Но мне нужно привести пример. Когда люди были недовольны диктатурой исламского диктатора Крыма, тридцатых годов, чья власть основалась исключительно на оружии, то впоследствии они его сверлиют, когда им стало это недовольно. И наш третий аргумент. Наш третий аргумент психологический. Он основывается на том, что мы не имеем права у людей отбирать право, и не могла выуздать своих диктаторов. То есть, люди не только их ненавидят, люди не только казнят, люди не только недолюбливают своих диктаторов, и выявляют на них слишком жестокость, они также их идеологизируют, хотят вернуть к власти. Мы не можем насмеиваться над людьми за то, что они идеализируют свою власть. Мы не можем отбирать у них это, потому что они выбрали так, как мы уже говорили, и это основывается на власти большинства диктаторов. То есть, получается, что люди, сами выбрали этого диктатора, они сами наборные. И они хотят другой идеи, они хотят сделать из него меха человека. Почему мы должны запрещать? Почему мы когда-таки предоставим человека, делать выбор всю сторону? И я еще раз повторяю наши аргументы. Наш первый момент исторический о том, что диктатор взращивает жестокость, он же ее и подручает. Если диктатор не будет взращивать жестокость, это будет гуманная общество, то же это прекрасно. На социальный момент. То, что власть невозможно из поддержки большинства. Если большинство не согласно, тогда и диктатора тоже свергнут. Если большинство согласно, то диктатор остается. Мы не даем человеку право сохранять диктатуру. Диктатура – это право народа. Человек сам выбирает себе вот эту самую диктатуру. Люди страны сами выбирают, и чего они хотят. Они хотят идеологичного, да ведь они его получают. И психологически мы говорим о том, что мы не будем запрещать путем и зарегистировать, идеализировать свои прекрасные упражнения. Потому что у меня не имеет права, как ни по какому правилу, как разу, это как раз таки основу, вообще не даже с ним. Человек имеет права на то, что он хочет делать свою жизнь. Спасибо. Благодарим ваше выступление. Минута вам требуется, да, для подготовки к раунду перекрестных вопросов. Прошу вас. Спасибо. Минута. Минута. На раунду перекрестных вопросов у вас есть пример. Прошу вас приступайте. Добрый день. По ходу речи у меня возникло несколько вопросов, и я их вам сейчас задам. Правильно ли я понимаю, что принимая возможные наказания для диктаторов, причем вы не отказываетесь от кровавых каких-то и жестоких наказаний, вы говорите о благородии народа и его благосостоянии? Нет. Да, мы согласны на то, вы отказали, кто это уберет. Хорошо. А не кажется ли вам, что любую личность должен судить в суд, соответственно, и выносить какие-то наказания, и вы не согласны, и вы не согласны, и вы не согласны, и вы не согласны. Окей. Такая-то совершенно большая команда. Тут весь народ голосует на референды, нас согласили, и там запрестали. Именно точки зрения, точки зрения того, как диктатор себя поставлял, до точки зрения того, что имеется в виду. Тогда вы подразумеваете уже больше такой, как бы, суд присяжный, да? Я правильно понимаю? Суд присяжный, можно сказать? Нет. Суд присяжный в всех сторонах, референдум. Референдум – это вот есть суд из нескольких десяти людей. Референдум – это когда каждый гражданин идет в свой суд. Я и подразумеваю. Большое количество за твой. Но вам не кажется, что в любом принятии любой решения, особенно если это будет касаться чьей-то смерти, должна в первую очередь присутствовать объективность и непонятность изменений. Да. Вы так считаете, да, это предлагает информацию о диктаторе. То есть вы считаете, что ту информацию, которую вы предоставите для диктатора, ее будет достаточно для того, чтобы народ, возможно, кто-то оскорблен лично, а возможно тот, кто любящий этого диктатора, примет объективное решение. Ну да, диктатор позиционировал себя как хорошего или плохого, он не знает, то есть он себя позиционировал как ему удобно, в то время как предоставит для другого информацию. Человек между этими точками зрения выбирает то, что ухожее диктатор. То есть вы не отсекаете, возможно, что информация, данная о этом диктаторе может быть сфальсифицирована? Я считаю, что она не может быть сфальсифицирована, это только фактами. Ну, хорошо, это очень хорошо. И еще, не слишком ли это сложный процесс для того, чтобы восхвалять какого-то хорошего диктатора и при этом убивать другого диктатора в другой стране. То есть, если диктатор хороший, можно его восхвалять, не нанося никаких решений человеком, ну, людьми как бы. Можно восхвалять, можно восхвалять за диктаторами. И. 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 Продолжение следует... 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 По тем, которые мы имеем на данный момент, или которые были при диктаторе, или как вообще, вы об этом ничего не сказали. То есть, в принципе, мы понимаем, что народ имеет право выбрать абсолютно любое решение для наказания диктатора, бывшего диктатора, который некогда был в власти. Итак, я повторю все, что было сказано мною. Мною было сказано, что не все диктаторы есть зло, и то, что нельзя убийством или жестокостью породить гуманность. Второе, мне было сказано, что диктатора не выбирать, выбирать всего лишь правительство, и впоследствии уже правительство становится диктатором. Третье, я сказал, что, конечно, люди имеют право любить своего диктатора, но в разумных пределах, а также нашим аргументом, что суд должен решать, какое наказание будет для диктатора. Уважаемая команда оппонентов, требуется ли вам время для подготовки к раунду перекрестных вопросов? Нет. В таком случае, прошу вас прислушать. Добрый день, уважаемая аудитория, добрый день, уважаемая команда оппонентов, очень рад с вами участвовать в финале, и у меня есть несколько вопросов к первому спикеру. Собственно, во-первых, вы говорите, я хочу задать такой вопрос вам, как сверкают диктаторов, раз уж мы говорим о лучшем диктаторе. Есть множество путей свержения диктаторов, начиная с революции и заканчиваются спокойными мирами, с хвостами. Окей, революцию производит народ, то есть он не доволен. Это может быть, не весь народ, не доволен. Кто-то, который так сбоку рассунуло, что им не нравится, они пошли, устроили переворот. Ладно, спасибо. Вы говорили, что диктаторов в Чили любили, а он оказался плохой, но если бы народ узнал те факты, которые мы все с вами знаем о нем, то смог бы он объективно оценить его роль при государстве и объективно принять его решение? Ну, была попытка, и они, собственно, не смогли ему ничего так судить. Его судил не суд, допустим, и не народ государства Чили, его судила почему-то коллегия лордов, находящихся в чьем-то общине. Почему вы считаете, это правильно? Да, мы считаем это правильно, когда, например, судит ГАГСкий трибунал или хотя бы судит Чили, а не когда судит развлеченный народ. А чем форма жизни ГАГСкого трибунала лучше форма жизни Чили? Чем наши идеологии правильнее? ГАГСкий трибунал вносит в свое решение объективно, взвешивая все за и против. Вносит в данном решении в пределах каких-то законов, которые, в пределах демократических законов. Да, демократических законов, именно. Объективно, с точки зрения демократии. Но справедливо ли это для народа, который подвергался к нему диктатора? Или диктатор, которого вел этот народ в процветание? Справедливо или нет, это спорный вопрос. Окей, спасибо. Над этим мы и спорим. Благодарю команду за ровный перегрузок вопросов. Требуется ли команде «Теплые олени» время для подготовки к выступлению? Лилий, три минуты, хорошо. Так, здравствуйте. И я второй спидер команды «Подверждение». Сегодня мы играем на тему «Народ этого государства. Имеет право выступать с высшим демократом именно так, как считают нужным». И мы, естественно, полностью согласны с этим утверждением. Потому что мы отстаиваем интересы народа. Того народа, который был подвержен влиянию этого диктатора. Этой самой диктатуры. И сразу же перейду к повершению аргумента команды наших отрицания. Их аргумент был о том, что решать должен не народ, а решать должен суд. Суд, который будет более компетентен в выборе, по их мнению. Но мы говорим вам о том, что решать должны те люди, диктаторству, те, кто пострадали от этого диктатора. Диктатор был свергнут, значит, была какая-то проблема. Или же наоборот, диктатор не всегда сведает проблемой. Диктатор, возможно, его свергнет из-за того, что он не улучшил государство. Возможно, не всегда плохие диктаторы. Тогда народ тоже сможет сам решить, оставить его. Возможно, даже вернуть его. Если диктатор был свергнут какими-то внешними политическими движениями, которые были навязаны этому народу. Если народ был хорошим диктатором, он должен сам решать, а не суд. Потому что это был подвержен народу. Также скажем о том, что они сказали про наши дефиниции. Они говорили нам о фальсификации данных. Мы говорим, что если идет свершение диктатора, значит, два варианта, или народный переворот, или революция. В обоих случаях народ это все совершает. То есть фальсификации никакой... А, скрытые флакты... Нет, сейчас. Фальсификации не будет, так как народ устраивает эти перевороты. Точнее, народ свергает диктатора. И фальсификация будет также регулироваться этим самым народом. Про скрытые факты, они секретные, скрытые в тот момент, когда диктатор управляет государством. То есть, и они именно скрыт, потому что это его компрометирует. Когда мы свергнем диктатора, эти факты вскроются. И народ узнает истинное лицо того человека, который был. Когда свергнут кинчаныра, народ сможет понять, что он натворил. И тогда уже точно решить, что с ним делать сам народ. Итак, я перейду к нашим аргументам. Наш первый аргумент был исторический. Тут мы говорили о том, что диктатор сам воспитал жестокость. И он должен принести то наказание, что он делал со своим народом, со своим государством, которым он управлял. Также к нему должны и отнестись. И тут пример африканства одного диктатора, Жан-Бетель Абакаса. Он был обвинен в государственной измене, убийстве и каннибализме. Итак, если его призовут к суду и дадут ему, не знаю, пожизненное наказание, неужели это сможет оценить все то, что он натворил для всего мира, для своего народа, для своего государства? Итак, еще к нашему историческому аргументу добавляется превенция. Это именно ответственность диктатора за все, что он делает. Если диктатор знает, что с ним сразу же сделают, что с ним могут сделать все, что угодно его народ после того, как его свергнут, если что-то будет их не устраивать, то он будет более ответственно относиться к своему государству, будет слушать народ, и тогда уже не будет, например, никаких геноцидов, потому что народу не понравится. Он будет знать, что ему могут свергнуть, и его лично всего как захотят. Наш второй аргумент социальный. Тут мы будем говорить еще о справедливости. Справедливость народа. То есть, если диктатор был хорош, если он действительно нравился своему государству, то люди сделают с ним именно то, чего он заслуживает. Будь то жестокость, то они с ним побоятся жестоким. Будь то добро, которое он принес своему народу, они не будут его оказывать или какие-то другие выберут меры, которые необходимы. И наш третий аргумент это психологически. Здесь добавляем, он говорил о том, что... Внутренние конфликты, как вы же сидите, тут же попадаются внутренние конфликты. А внутренние конфликты их не будет. Потому что отдав диктатора народу, внутренние конфликты будут повергнуты. Гражданских войн не будет, потому что убрали правила. Спасибо за внимание. 30 секунд. 30 секунд. Хорошо. Время! Прошу вас приступить к раунду перекрестных вопросов, знаете, у вас есть три минуты. По ходу вашей речи, у меня возникло несколько вопросов, которые я сейчас дам, и первый вопрос. Считаете ли вы, что нужно привлечь каждого, кто не вводит на опыт? Я думаю, у каждого нет. Но, смотря в этих масштабах, если у возник народа, то есть у государства, то есть человек, который управлял ими и сделал то, что они стали недовольны. Были причины их недовольства? Да, да. Конечно. Чем плохой диктатор, который, как вы говорите, стал недовольством жителей, ну причиной недовольства жителей? Как бы, получается, ну, например, кушать с ними, напистить какой-то, напистить, сколько человек может быть тысячи. Почему его должны, например, убить, а его должны просто содержать в тюрьме на одене налогоплательщика? Да, да. Нет, я сразу. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений, и я играю вторым спикером команды «Натрицание». Сегодняшняя моя речь будет построена следующим образом. Для начала я там попал в аргументацию, и дальше восстановлю и расширю свой кейс. Итак, первым аргументом, заявленным нашими оппонентами, был исторический, в котором они привели примеры какого-то там диктатора, который занимался убийствами и каннибальством. Однако, что же, однако, если его убьют, а после этого съедят, в целом, люди станут нормальными. Что после этого изменится? Следующее, второе, социальные. Они утверждают, что если диктатор будет знать то, что люди после плохой власти смогут ему отомстить, нам кажется, что он не станет более мягким, наоборот, усилит давление на государство и будет государство более тоталитарное, где пострадают сами же люди намного сильнее. Третьим аргументом было психологическое, в котором они утверждали, что внутренних конфликтов не будет. Однако, всем известно, что у любого диктатора есть свои сторонники и есть, конечно же, оппозиция. Поэтому, если его свергнут обязательно, потому что они должны будут прокатиться хотя бы какие-то конфликты, которые могут впоследствии привести к гражданству, и это не ведет в благосостояние. А также, наши оппоненты вкладывают в крайности. Либо они идеализируют правителя, либо показывают в крайне плохом свете. И поэтому выхода только два. Либо они поставят в памятник, либо убить. Однако, они не рассматривают тот вариант, что это можно просто свернуть в тюрьму, и когда весь мир узнает его в лицо, это был главный мастер. И я хочу сказать, что с конкурентом своего кейса. Наши оппоненты утверждали, что решать должен народ, а не суд. Однако, почему люди, которые абсолютно не имеют никакого отношения к политике, которые велики от политики, которые руководствуются своими глупыми, животными, эмоциями, должны решать такой важный вопрос, как жизнь человека. Жить человека, который не жить. Далее, они утверждали, что со временем любой правитель может быть свернут. Это абсолютно неправильно, потому что некоторые правители пользуются настолько сильной репутацией, вызванной своей жестокостью, что никогда не будут свернуты. Далее, займутся становлением своего кейса. Итак, в смысле решение. Наши оппоненты звучат как решение будет неэффективным. И всем известно, что во время революции и каких-либо переворотов люди находятся в крайне узвораженном и болезненном состоянии. Из этого следует то, что их решения крайне плохо обдуманы. И люди ведут себя как куча шипотных. Они руководствуются никакими принципами, ни моральными, ни логическими. И поэтому они жестокие и рассудительные. Вот, например, взять, например, Египет, где после того, как был свернут Хознему Бару, люди, 80% населения проголосовало за его смертную казнь. Однако вследствие конфликта в стране ее не привели сразу же в исполнение и его оставили в камере смертной. Через полгода 39% всего лишь были за то, чтобы его казнить. Которые казни, они начали иметь свойство менять свое мнение. Также рассмотрим другой пример. Другим примером будут являться Ливия. Это пример навязанной революции. В свое время Ливия, индекс развития человека, Ливия был 0,7. Это называется высокий показатель. Показатель был 0,7,5. То есть, в принципе, поэтому индекс у страны были равны. А вот по ВВП, Ливия занимала 55-е место в то время, как Эстония занимает только 109-е. Поэтому очень глупо было утверждать, очень глупо утверждать со стороны СМИ, что Ливия очень бедная страна. Это видно из статистики то, что страна живет богато. Причем статистика сделана не самой Ливией, а международными независимыми службами. Итак, как же все расстоялось? В Ливии начались конфликты, которые постоянно переросли в нитежи и далее в гражданскую войну. Революционеры, которые не отвечались ничем диктаторы и отверстия так же нарушали права. Они убивали, насиловали мирное население, они убивали западных журналистов и независимых дипломатов. Далее, они же, эти самые люди, которые почему-то взяли на себя такую ответственность, взяли на себя права, они поймали Кадарь и казнили его. На каком они брали его? Это было просто какая-то маленькая шайка, разбойник, у которых не было никакого представления о власти, о законе, о праве. Они просто руководились своей ненавистью и свойствием. Они просто были ли ее накадать? Причем они прибыли, они были накадать, и на множество мирных жителей. Поэтому мы считаем, что решение должно быть принято судом, потому что суд это тот же самый народ. Еще раз прошу заметить, наши оппоненты утверждают, что суд это не народ. Вот тут суд, вот тут народ. Нет, и правда суд состоит из народа, который же как в этой стране, только при этом у них есть какое-то образование и представление в данной сфере. Поэтому мы считаем, что решение должно быть принято судом, и тогда оно будет правильно и с логической, и с логической, и с точки зрения демократии. На этом у меня суть благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Сребуется ли вам время для подготовки к разному перебросу вопросов? У вас будет половина минуты, если вам не интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ Слышите. АПЛОДИСМЕНТЫ И вы говорите о том, что есть такая возможность так чтобы предоставить судьбу декстанты разрешение международным судам. И вы говорите о том, что прекрасно в мире принести конфликт изгне, то есть независимый взгляд от наших конфликтов. Почему же этот суд изгне решит проблему века? На каждой рейтинге нахожусь в своем начале утверждал то, что конфликт был преднесен извне. Я сказал, что он был раздут. Я не утвердил, кем он был раздут. Потому что нету данных, более он раздут самими жителями или кем-то извне. Каким важным и значимым событием завершились конфликты, точнее завершился фашистский режим? В Италии, последняя точка, или же тот самый конфликт, флирил. Какое значимое событие подменяло в том, что эти конфликты завершились? Конфликты завершились благодаря тому, что иностранные войска, иностранные страны пили свои войска в усужды. А то, что там убили дельтатор, причем наиболее жестоким образом, заставили висеть подвешенными за ноги на бензоколонках пару дней абсолютно не приговор к совершению конфликта. Это его только усилу. И конфликт, который остановили только военными, которые также усилили кровопаралитие, поскольку люди были озвоблены этими событиями. А эти подвешенные диктаторы могут упугать следующего диктатора, который захотел также сделать вас? Как я уже сказал в своей речи, это была, насколько я помню, контраргументация к вашей речи. Это не то, чтобы заставить следующего диктатора испугаться, просто задуматься над тем, как можно усилить свою охрану и как вы сильнее манипулировать с людьми. Настолько сильнее и жёстче надо себя вести политику. Я не знаю, что не останавливает диктатора от злодеяния. Зачем тогда вообще вся система правосудия? Зачем он знает, что нас направлены злодеяния? В чём стулья? Чем диктатор отличается от того самого обычного человека? Почему он не боится наказания? Возможно, это связано с тем, что диктатор проживает очень яркую жизнь за то время за своё управление. и скажу так, он всё по кругу, ему не нужно бояться. У него, наверное, есть очень большая опасность. Они всегда смогут уйти от наказания. Они могут, благодаря своим деньгам, уехать из страны, поставить своих двойников и так далее. То есть, получается, что диктаторы не боятся только из-за того, что порой они могут уйти от наказания. Время будет готов. Требнуться ли вам всё, что осталось? Три и пяти у вас осталось. Три с половиной. Три с половиной. Три. Есть отец, у меня бабочка, там сколько войдет, ıyorlarмином, дом. Добрый день. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Максим. И сегодня я хочу подвести некие итоги к этому спору, который у нас сейчас произошел. И я хочу, во-первых, уточнить то, что мы согласились с дефинициями и критерием наших компонентов. И критерий наш будет благосостояние общества. Давайте задумаемся, что такое благосостояние общества. Благосостояние – это когда люди счастливы и когда они ощущают, что они живут в справедливом обществе. Счастье и справедливость – это именно те два государства, которые отстаиваем мы, а не оппоненты. И сейчас я объясню, почему. Для начала давайте задумаемся о роли государства. Что такое государство и зачем оно должно? Государство – это некая структура, которая введет в жизнь людей. Контроль, которая приводит их к некому счастью, у которого есть определенная цель, и у которого есть определенная иерархия. В чем мы критикально отличаемся от наших оппонентов? В том, что у нас другое отношение к диктатуре. У наших оппонентов резко негативное отношение к диктатуре. Оно навязано им теми ценностями, которые верны в нашем обществе. Но я считаю, что те ценности демократические, которые верны в нашем обществе, имеют право не быть в другом обществе. Они имеют право не быть верны, потому что никто не знает, как жить. И так же этого не знаем мы, так же этого не знают диктаторы. Но у них есть другое мнение на то, как жить. На то, как нести людям счастье, на то, как нести людям справедливость. Наше отношение к диктатуре нейтральное. Мы считаем, что диктатуры есть как позитивные, так и негативные. Но в целом наше отношение к диктатуре нейтральное. И в зависимости от того, какая диктатура существует в стране, такая судьба и будет у диктатуры и диктатора. Почему? Потому что диктатор несет личную ответственность за свое государство. Если диктатор сверх прежнюю власть и встал во главе государства, тогда он является единоличным обладателем власти, единоличным представителем этого государства. Он по сути является государством. Я есть эта страна. И поэтому он несет ответственность за это государство. Мы предлагаем рассматривать страны как личности. Страны в мировом сообществе сообщают совместно с собой точно так же, как мы с вами. И здесь мы защищаем либеральность, мы защищаем невмешательство в дела у других стран. Пусть они делают там, что хотят. У нас у всех разные тараканы в голове. Я, может быть, сатанист, но если это не классно, как мы... Никак не нарушает ваши права, тогда все в порядке. Если же это нарушает ваши права, как в примере Северной Кореи, тогда да, мировое сообщество должно вмешаться в такую диктатуру и свергнуть диктатора. Но важно то, что диктатура это как отдельная личность. И мы должны оставить ее индивидуальность. И так же это будет справедливо с точки зрения либерализма. Мы считаем, что хватит навязывать демократию тем странам, которые ее не хотят. Тем странам, которые имеют другое мнение. Вы предлагаете... Вы говорите, что Каддафи казнила шайка разбойников в Ливии. Но чем отличается ГАКСКИЙ суд от этой шайки разбойников? Почему мнение Каддского суда верное, а мнение шайки разбойников неверное? А они знают, как жить. Никто не знает, как жить. И поэтому мы считаем, что если диктатор ведет народ к счастью, то этот диктатор имеет право на то, чтобы его вернули к власти. Если диктатор не ведет народ к счастью, то справедливым будет то, что народ сделает с ним, то, что захочет. Потому что диктатор представляет именно это государство, именно этот народ. И он стоит во главе этого государства. Это и есть диктатура. Давайте подумаем над тем, как свергаются диктаторы. Диктаторы могут свергаться либо международным сообществом, либо внутренними какими-то междоусобицами. Если это произошло внутреннее свержение, тогда народ не доволен этим диктатором, тогда будет справедливо, чтобы народ сам вынес решение по поводу этого диктатора. Если же это произошло, если мы спровоцировали это свержение диктатора, и он стал бывшим диктатором, тогда мы проведем этот референдум, он будет справедливым. Мы сами проследим за тем, чтобы факты не были спальсифицированы, чтобы народ принял адекватные решения. Потому что народ в данном случае является объективным и легитимным выборщиком именно потому, что он знает, был он счастлив, чувствовал ли он себя защищен, чувствовал ли он справедливости в своей стране и в власти этого диктатора. Таким образом, мы отстаиваем счастье и справедливость. Спасибо большое. Требуется ли в вашей команде время для подготовки к своему уступлению? Возьмем все, а начинаем. Все? Это у вас 5 минут, так что да. Думаю, раньше. Да. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы говорим такую интересную тему, которую все видят, поэтому назвать я ее не буду. С технициями и критериями мы были согласны, поэтому скоро Владимир у нас не возникло. И сегодняшний анализ я сделаю следующим образом. Я выделю, почему это выше данной игры, а также докажу и покажу, почему именно наша позиция оказалась намного сильнее и глуманнее позиции поддержки. Идеи, наша идея была сегодня показать, что жестокость никогда не может быть оправдана. И жестокость побуждает только дальнейшую жестокость. На что команда утверждения должна сказать, что когда-нибудь это сделает нам гуманность и приведет благосостояние общества. Замечательно. Тогда начнем именно с плэши. Первая плэш, которая выделила, это плэш о справедливости. Давайте рассмотрим справедливость, которая пытается нам подсунуть командового утверждения. Нам говорят о том, что необъективная власть массы народа и решения, которые бывают чаще всего горячие, это было подтверждено уже нашими фактами второго смикера. Они являются справедливыми, то есть это и есть справедливость. По идее, вот эти жестокости и инстинкты, животные, и есть справедливость. Какую справедливость предлагаем мы? Мы предлагаем закон, мы ставим во главе суд, который может объективно оценить, он для этого и создан, чтобы объективно судить. Мы говорим о целесообразии, о том, что целесообразие в суде человека, по его поступкам, а не открывать какие-то факты. Сначала спло это, потом спло это, мы его казнили, а потом передумали. Замечательно. Какой плэш, который выводил плэш о решении? Как я уже говорил, решение бывает порывом, порыв, который может поменяться. Элементарный пример с Египтом, когда сначала хотели казнить и протасовало большинство людей, но спустя какое-то время их мнение изменилось, потому что это был сегодняшний порыв, вызванным секундным просто размышлением. И что такое решение вообще? Решение это секундное принятие. То есть, вот, пожалуйста, референт, ты поставил галочку, положил, а потом спустя какое-то время ты понимаешь, что все это решение, это в этом случае, в этом случае, что предлагаем мы? Мы хотим обрадить общество от этого. Мы не хотим, чтобы люди сожалели о своих поступках, которые они поставят в этих референтумах. Мы хотим, чтобы решения убирались только так, как они должны на уровне суда. А не то, чтобы люди потом несли за это ответственность. Потому что они будут нести ответственность хотя бы на моральном уровне, если их решение будет неоправданным. А эти факты всплывут в ее время. Решение наше непрецедентное. Наше решение независимо. За это и существует суд, чтобы показать, можно судить людей объективно за их поступки, за то, что они совершили. Следующий клэш, который я видел, клэш о внимании. Что же предлагает нам команда утверждения? Внимание – это либо идеализация диктатора, либо показание его жестокости, то есть о самом смерти, можно сказать так. И это внимание намного… Они ставят это как наказание, либо возвышение на много цене того, что человек может испытать, допустим, сидя заключение вечно. Ну и вечно до своей смерти, естественно. Мы поставили на право, что если человек будет сидеть в тюрьме, и его осудит суд за это, объективно осудит, а не люди, которые сгорячат решение убить, подвесить на бензоколонки, то давайте правильно теперь каждого, если тиреалистическая группа какая-то, которая в Ливии казнила, это объективное решение народа, давайте собираться компашками и будем всех мочить, кто нам не нравится. Мы считаем, что заключая человека, допустим, даже в тюрьму, и при этом, если его будет даже тот же трибунат судить, мы осветим это событие на весь мир, и люди будут осуждать этого человека, и это будет ему наказанием. И при этом люди будут чувствовать, что они никак от этого не пострадали, они проявили свою демократию, проявили свое благородие, потому что далее доверили это дело суду, который беспрецедент на объективе. И в совершении своей речи я сделал небольшое разрешение о том, что же будет, если мы будем, как животные, принимать решение про это диктатура очень хаотично и необдуманно. Диктатура у нас либо будет это хорошо, то есть мы ставим памяти, либо диктатура это очень плохо, и действиям диктатуры либо мотивированы, либо они приводят к разбою. Так или иначе, мы приведем такую, что мы либо идиллизируем это, либо приводим страну к разбою, потому что, как я уже говорил, жестокость побуждает только жестокость. Спасибо за внимание. Спасибо дорогим командам, спасибо дорогим студиям. Сейчас студии тайно проголосуют на бумажке и вынесут свой вердикт. И слышим, что ты в этом заканчиваешь. После того, как мы выйдем в решение с студиями, мы сначала отправимся в себе обед. Правильно я понимаю? А сколько сейчас обед? 14.45. Опять что? Сейчас я...